Добрый день! Сегодня у нас в гостях Майя Александровна Кучерская, писатель, литературный критик, литературовед, создатель и идейный вдохновитель замечательной школы в Москве Creative Writing School, которая учит писать. Добрый день, Майя Александровна! Здравствуйте, Лея! В Фейсбуке есть такая формула – тышфилолог. И нас всех тышфилологов всегда спрашивают, а что почитать из современной литературы? Когда меня встречают знакомые, то первая их фраза – ну, порекомендую что-нибудь, что самое свеженькое, что самое интересное. Вот что самое интересное в современной литературной жизни с вашей точки зрения? Это интересно и есть. И одним из самых таких любимых моих чтений за последнее время стало, пожалуй, две книги. Это книга Натальи Ким, которая называется очень скромно и не очень рекламно «Родина моя, автозавод». Это коротенькие, очень проникновенные истории, очень трогательные, очень веселые иногда, иногда печальные о тех людях, которые окружали Наталью в ее детстве. Она принадлежит поколению 40-летних. Это, собственно, московский рабочий район, довольно мрачный. И поэтому многие истории печальные. И более острого переживания подлинности, чем эта книга за последнее время, чем то, что оставляет эта книга, я не испытывала. Именно ощущение, что ты погружен в этот мир возникает, ты сам этих людей видишь. И она очень живая. Она очень живая. Я ее читаю и перечитываю, хотя внешне это, в общем, просто рассказики. И кроме того, дебют. Что интересно, это дебют, но сразу на сцену вышел сложившийся зрелый автор. Это замечательная проза, документальная проза, но проза. Вторая книга, которая, мне кажется, интересной тоже с разных точек зрения, это книга «Память и память», которую написала поэт Мария Степанова. И, в общем, это такое пространное размышление о роли памяти в нашей жизни. Причем это, конечно, не какие-то абстрактные рассуждения. Это отчасти альбом с фотографиями, если можно сказать так, потому что там очень много историй про ее семью, про ее родных, про ее теток, дедушек, бабушек. И это написано большим поэтом, поэтому это написано необычайно выразительно и очень красиво. И, кроме того, это приятно читать, да, но, кроме того, это важное размышление, это важное размышление о том, что такое, собственно, мы. И мы, как выясняется, когда ты эту книжку читаешь, это, наверное, большей частью как раз память, воспоминания, наши связи с нашими родными и ныне живущими, ушедшими. И это ощущение тоже было очень ярким, это понимание. Поэтому вот, пожалуй, две таких главных книжки последнего времени. Очень интересно то, что вы сказали, потому что обе книги, собственно, построены на личном опыте, на воспоминаниях, на личных впечатлениях. Вообще считается, что, где-то я прочитала, что одну книгу, в принципе, может написать каждый человек. Но действительно ли каждый может написать книгу? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Потому что книга предполагает рефлексию. А все-таки, чтобы написать, это сначала надо осмыслить. Иногда это два параллельных процесса. Да, пишешь и осмысляешь, но без осмысления, без такого самоосознания того, что с тобой было, невозможно, невозможно, по-моему, никакая книга. Очень многие люди к этому не привыкли. Но, в принципе, это интересная тенденция. То есть опоры на собственный жизненный опыт, на впечатление детства. Сейчас очень много в литературе таких книг, связанных с именно каким-то, с тем, что было прожито, пережито, с какими-то психологическими травмами, или наоборот, радостями детства, например, или юности. Да, я думаю, это отчасти связано с тем, что мы, люди, которые находятся в рамках русскоязычной культуры и вообще жили в России, до сих пор не разобрались со своей историей, до сих пор не разобрались со своим прошлым. Это тоже такое коллективное сживание травм. Потому что все, без исключения, кто родился и вырос в России, так или иначе связаны с трагическими событиями нашей истории, с репрессиями, с тем, что убивали самых-самых лучших, с тем, что раскулачивали, ну и прочее. Да, самых энергичных, самых лучших представителей нации уничтожали. И это коснулось практически каждую семью, каждой семьи. Поэтому с этим надо разобраться. Мы до сих пор с этим не разобрались до конца. Да, и постоянные, регулярно возникающие волны реабилитации Сталина и сталинских идей доказывают то, что для огромного количества людей до сих пор неочевидны, казалось бы, самые очевидные вещи. А современность? Ведь даже те книги, которые получают премии сейчас, самые разные в России, они практически все действительно об истории, так или иначе. А книги о современности, они что, невостребованы, неинтересны? Или, может быть, еще просто не пришло время достаточно? Или есть интересные книги вот о той жизни, которая непосредственно вокруг нас? Ну, например, одна книга, которую сейчас тоже многие полюбили, она даже стала лауреатом премии НОС. Это книга тоже, кстати, поэта Алексея Сальникова Петров в «Гриппе». И как-то и дальше там и продолжение. И эта книга о современности, о современном провинциальном городе. Но самая любопытная в ней не современность, а как раз язык и умение описать ту реальность, рутинную, печальную, очень свежим, очень ярким языком. Вот, по-моему, так. То есть, можно ли назвать эту книгу о современности? Ну, с известными оговорками – да. У меня есть объяснение. Может быть, оно не единственное. Почему? В России с не очень большой охотой пишут даже молодые авторы, у которых, казалось бы, никак они исторически не связаны с войной и революцией. Тем не менее, даже они пишут об этом, о прошлом. Очень много мельтешения, отсутствие стабильной ситуации. Художник может писать картину, когда объект не прыгает и бегает по комнате, а замер. А никакого замера в современной, по крайней мере, российской жизни нет. Все меняется. Картинки мелькают. И, ну, попробуй это запечатлеть, да, попробуй это зафиксируй. Невозможно, невозможно. Легко писать, действительно, о том, что достаточно стабильно, статично. И поэтому, скажем, в скандинавских странах или в Западной Европе много активно пишут о современности. Это какая-то современность постижимая и понятная, потому что она примерно похожа на то, что было раньше, да. Потому что все не так стремительно меняется. А у нас картинка рябит. И пока это будет так, к современной теме будут авторы подступать с опаской. И, скорее, и уж если будут писать, то вариантов тут два. Либо «Путь Пелевина-Сорокина», когда пишутся, по сути, такие филетоны о современности, что Телурия, что все романы последние, да и не последние Телурия Сорокина, что романы Пелевина. Это все высказывания о современности. Но это такое высказывание, скорее, не в жанре традиционной прозы, а в жанре такого хэппининга, в жанре бесконечно длинной публицистической колонки. Потому что тот же Пелевин бесстрашен совершенно и, кажется, не очень задумываясь о том, как это воспринимается и соотносится с художественностью, страница за страницей рассуждает, именно рассуждает о современной ситуации, о политических отношениях, о механизмах, которые управляют обществом и прочее. То есть, скорее выступает как публицист, чем как художник. Поэтому и второй путь – это действительно описывать эту современность, используя, все равно делая акцент на эксперимент с языком, как это, скажем, делает Сальников. Поэтому ее описывать так, как она есть, трудно. Вот вы говорите, попробуй ее опиши, попробуй ее поймай. Мне кажется, что, по крайней мере, желающих писать в нашей стране, ну, может быть, не больше, конечно, но все-таки достаточно много, по сравнению даже с теми, кто готов читать. Вот мне очень интересна та сфера деятельности, которой вы сейчас занимаетесь. Это та школа, которую вы открыли, Creative Writing School. А можно ли вообще, в принципе, человека, у которого есть этот опыт жизненный определенный, у которого есть желание писать, научить писать? Ведь традиционное наше представление, писатель – гений, ну, так Бог послал, и он вдохновенно записал. Писательство – это такая вещь, которой, кажется, научить невозможно. Вы считаете, можно научить? То есть у человека, например, есть жизненный опыт, есть пусть травматичный, тяжелый или, наоборот, очень радостный жизненный опыт, но ему есть что писать. Но, предположим, есть у него талант, нет таланта. Как вообще определиться? И есть ли какие-то технологии? Вот художников учат в Академии художеств, да, композиторов учат в консерватории. Андрей Белый, конечно, мечтал, чтобы было что-то такое подобное, чтобы поэтов тоже учили. Хорошо, поэт должен отличать Ямпы Харей. Но а прозаик? Ему что нужно знать, чтобы уметь писать? Много вопросов. Сразу попробую на все откликнуться общим некоторым ответом. Конечно, у талантливого человека лучше получится описать свой опыт, чем у менее талантливого. Но вопрос, можно ли научить писать, на мой взгляд, звучит примерно как, ну, а можно ли выучить японский язык? Ну, если у тебя есть способности к языкам, то, конечно, ты выучишь японский язык, потому что проза, сочинение прозы. Про поэзию не буду говорить, потому что я в этом хуже разбираюсь. Это, собственно, освоение тоже языка, только другого языка художественной прозы, если угодно. И в этом языке есть разные правила, есть своя грамматика, есть свои приемы. Все это можно объяснить и рассказать, как это делается. И дальше, конечно, человек, который понимает, как это устроено, да, как, скажем, написать живой диалог, чтобы он звучал живым и настоящим, как в жизни. При этом, разумеется, он не является стенографической записью реального диалога. Вот как этого добиться? Или как описать героя, входящего в комнату, несколькими штрихами, но так, чтобы сразу мы его увидели. Вот что для этого нужно? На чем остановиться? На каких деталях? На что обратить внимание? Словом, это все просто литературные приемы. Это просто инструментарий. То есть это просто нужно знать? Это просто нужно знать. Или иногда лучших из лучших, конечно, природа им диктует. Есть люди одаренные, и они делают это интуитивно, и у них здорово получается, потому что они очень богато, щедро одарены литературными дарованиями. А тем, кто не в такой степени, им это хорошо понимать, как это устроено, и они могут это использовать, конечно, и рассказывать о своем опыте, именно используя эти приемы. Вот я помню, например, одна девушка, девушка, молодая мать, женщина, в одном из наших классов, мастерских, Creative Writing School, с изумлением мне говорила после занятия о напряжении, о том, как создается напряжение в тексте, что для этого делается, что это для нее было подлинным открытием, что, оказывается, и напряжение можно создать в тексте, и, в общем, вполне понятными тоже, с помощью понятных средств. И потом она написала удивительный рассказ про то, как она узнала, что она ждет ребенка. Это было прекрасно написано, потому что все соединилось. Ее знания, ее опыт, и получился очень напряженный, как раз и очень интересный, и очень глубокий рассказ, который потом и был опубликован. Хотя до того опыта литературного никакого у этой нашей замечательной студентки не было. Но просто она оказалась хорошей ученицей. То есть можно продумать систему курсов, систему занятий, чтобы за сколько времени? За две недели? За год? За два года? За сколько можно сделать из человека-писателя? Зависит от человека. Нет конца этому процессу. За две недели можно поставить руки. Как музыканты ставят руки, а вокалистам ставят голос. Да, совершенно верно. Две недели интенсивных занятий каждый день надо заниматься, постоянно человек должен в этом плавать, обсуждать, говорить, понимать, думать, стараться, практиковаться. И тогда некоторый набор первого ряда навыков, конечно, можно обрести. А дальше, по-моему, идеальный срок – два года. За два года можно рассказать самое-самое главное регулярных занятий, раз в неделю, скажем, о том, как писать и как это делается. Через два года пусть человек уже плывет сам. Ну вот я знаю, что в американских университетах достаточно много курсов, и есть книги, как написать гениальный роман, как написать гениальную драму. Ну, я не знаю, можно ли написать гениальную, но я, пожалуй, соглашусь, что вполне хорошую, добротную вещь можно написать. Но вот в России есть ли такая система образования, чтобы действительно можно было научить писать? Ведь Creative Writing School – это не такое академическое учебное заведение. Можно ли, например, согласовать то, что вы делаете, какой-то академической системой, поскольку наш разговор идет на университетском телевидении? То есть мне всегда интересно, как это к университету можно приложить? Ну, я бы пыталась. Вообще говоря, конечно, мы знаем, что в России много лет существует литературный институт, но там довольно специфическое отношение к обучению технологиям. Я знаю, многие мои студенты, филологи, они на филфак, собственно, поступали случайно. Они думали, что их будут учить писать, а учили их, на самом деле, историю литературы. И многие уходили в литературный институт, но тоже разочаровывались. Да, потому что в литературном институте тоже вполне, наверное, учитывая то, сколько лет он существует, жизнеспособной модель, есть гуру, преподаватель, который объясняет студентам, почему. Даже он не объясняет, почему. Чаще он объясняет, что это хорошо, а это плохо. И они как бы за ним идут, ему верят и пытаются руководствоваться этим хорошо и плохо, этой системой оценок его. Но это не обучение технологиями, это не обучение тому, как написать живой диалог, живого героя, описать природу. Это не про механизмы, о которых я говорила. В отличие от американской системы, которую я действительно попыталась посадить на нашу почву, этот расточек креатив-райтинг. И в вышке, где я преподавала уже много лет литературу, литературные курсы, я предложила руководству нашей высшей школы экономики, находящейся в Москве, открыть магистрскую программу креатив-райтинг. И мне много и подробно приходилось объяснять, как это вписывается в университетскую программу. И суть этого объяснения сводится, собственно, к тому, что без творчества никакая академия невозможна. В основе любого открытия научного лежит творческий импульс. Нельзя совершить прорыва, не будучи творческим человеком. Никакое накопление данных не может привести тебя к новому рывку, если ты не творческий человек. Поэтому развитие творчества вот такими простыми методами, просто обучая, с помощью обучения студентов правилам письма, очень оздоровляет любой академический вуз. И действительно, в вышке сейчас работает вот уже год почти магистрская программа. Мы набрали совершенно замечательных студентов. У нас была такая возможность отобрать лучших из лучших, потому что был безумный конкурс. К счастью, у нас есть бюджетные места, 15 человек. Можем мы принять в год, но и небюджетные тоже, разумеется, есть. И пока нам, и мне, и Марине Львовне Степновой, которая ведет вместе со мной семинары и преподает сценарное мастерство, страшно интересно. Потому что никогда ничего подобного в России не было. Именно обучение литературному ремеслу. У нас называется наша магистратура литературное мастерство, но, строго говоря, это ремесло. Это ремесленная составляющая, которая изрядную долю любого творческого процесса тоже занимает. У меня к вам такой неожиданный вопрос в связи с тем, о чем вы говорили. Однажды в моем присутствии молодой начинающий художник пожаловался опытному художнику, что он не умеет рисовать небо. И опытный художник говорит, сейчас покажу. Прямо взял холст и показал, как это небо нарисовать. А можете прямо сейчас сходу привести пример какого-то приема? Вот вы говорите, пейзаж. А как сделать так, чтобы мы почувствовали дуновение ветра или ощущение дождя? Очень просто, запросто, легко. Покажите. Отвечаю на ваши вопросы, задаю что-то добавлю. Невозможно описывать природу как бы с точки зрения Бога, который над этим всем. Получится какой-то странный метеорологический отчет. Нет. Всегда любое описание природы должно быть изнутри персонажа. Оно должно быть согрето дыханием того, чувствами того, кто на это смотрит. Вот и все. Это не просто абстрактный ветер дует. Нет. Это то, как я, главный герой этого текста или этого фрагмента текста, относится к этому. То, что такое этот ветер в моей жизни, что он мне напомнил. Понимаете? То есть надо всегда оживлять отношением персонажа любой пейзаж, любую обстановку. Тогда все оживает сразу. Но вот прием, который еще один, да, очень важен. О нем знают сценаристы, но не все до сих пор прозаики даже знают, даже профессиональные. Что мы не можем себе позволить покинуть нашего героя, расстаться с нашим героем в том же его состоянии, в каком мы его встретили. Он должен претерпеть изменения. И любая волшебная сказка это замечательно иллюстрирует. А, как мы хорошо понимаем с вами, проза выросла из фольклора, конечно. И в нее именно те корни. И поэтому, когда преподаватель литературы в школе радуется, поняв, что капитанская дочка устроена по канонам волшебной сказки, хорошо, что она радуется, но, вообще-то говоря, вся литература так или иначе сводима к мифологическим сюжетам. Она из нее выросла, естественно. И в любой мифологии, мы это знаем, в любой сказке, Иванушка-дурачок, пройдя все свои испытания, И по любой волшебной сказке мы знаем, что Иванушка-дурачок, который износил три пары железных сапог и съел три железных калача, в конце сказки оказывается вовсе не дурачком, а царевичем, потому что он дорос до царевны, дорос до Василисы Премудрой или еще какой-нибудь замечательной героини, и изменился, и стал другим. А вот возникает еще один вопрос. Во-первых, то, о чем Вы говорите, меняет систему не просто обучения писателей, но и систему образования филологов. Потому что мы всегда на филологических факультетах учили как бы извне. Мы смотрим на исторический, историко-литературный процесс со стороны. И наших студентов учим смотреть на писателей как на некий объект. Когда мы знаем, как устроен текст, как он организован изнутри, мы с этой точки зрения должны у студентов иначе учить их анализировать и понимать произведения. То есть мы их должны учить все-таки иногда становиться на сторону писателя, на точку зрения писателя. Это один вопрос. Но с другой стороны у нас получается целый ряд читателей, которые будут знать. Например, они прошли через Пашу школу, или, например, они учились на новых филфаках, скажем так. И они теперь внутри будут знать, как устроен текст. А им не скучно будет теперь читать. То есть они же будут знать. То есть они читают и понимают, ага, здесь писатель сделал то-то, потому что по правилам текста надо так-то. Отвечаю сначала на один вопрос, потом на второй. Вообще говоря, в Соединенных Штатах Америки так и случилось. Преподаватели литературы, классической, американской или англоязычной литературы, почувствовали, что интерес студентов к старым, давно написанным, для них старым, давно написанным книжкам слабеет, что читать им эти книжки трудно. И преподаватели решили оживить, оживить немножко свои историко-литературные курсы. Это как оживить творческими заданиями. А дальше случилось ужасное для них, для преподавателей, потому что студенты откликнулись на эти творческие задания так, как будто все предыдущее время они только их и ждали. Они с удовольствием делали эти творческие задания. И преподаватели оказались просто погребены этими эверестами, студенческих работ, творческих. В общем, они разбудили зверя. И поняли, что, а, им, академическим преподавателям литературы, не под силу с этим справиться, а, б, что запрос есть, что студенты с удовольствием пишут и хотят писать. И на волне этого, и, собственно, родились многие программы Creative Writing в Америке. А что касается читательских ощущений, вот если ты поймешь, как это делается, я могу сказать по себе, что теперь для меня действительно все книги разделились на две неравные части. На те, в которых я вижу, как это сделано. И легкий холодок у меня бежит по загривку, потому что мне это не нравится. Чаще всего это случается с переводными американскими книжками. Это там, это те авторы, даже лучшие из них, Юнаги Хара, Дона Тарт, они все выросли из Creative Writing, и все, что они делают, я вижу, почему они это делают, потому что их научили, что это надо, вот здесь нужно усилить энергию, вот тут нужно описать подробнее. Вот они просто ощущения, что обе, эти самые-самые сейчас последние 2-3 года знаменитые сочинительницы открыли учебники, обложились учебниками по Creative Writing и стали сочинять так, как в учебниках написано. И вторая часть – это те книги, где этого не видно. В частности, Чехов. В частности, вся русская классика, которая жила как-то словно бы немножко по своим законам. Хорошие учебники по Creative Writing тем и заканчиваются. Они заканчиваются следующими словами. А теперь, дорогие читатели, вот я вам рассказал, как это делается, а теперь забудьте все эти правила и пишите, как Бог на душу положит. Понимаете? Странный совет, да? Человек, который только что целый учебник рассказывал, как это делается. Но понятный, потому что кое-что ты все равно запомнил. А писать все-таки надо, отталкиваясь не от технологий, хоть хорошо их знать, хорошо их понимать, отталкиваясь от личного опыта, от того внутреннего драйва, от той необходимости описать то, что тебе так хочется описать и рассказать. Этим надо писать. Да, мы пишем все равно животом, сердцем, душой. Вот наши инструменты, а не головой. Голова немножко помогает это оформить, огранку этому камню дать. Вот так это устроено. Я вспоминаю слова одного очень хорошего музыканта, который сказал, что на первом этапе нужно великолепно овладеть техникой, гаммами, этюдами и так далее. А подлинная музыкальность, она начинается на следующем этапе, когда ты над техникой поднимаешься, и о ней забываешь. Безусловно, прекрасная метафора. Конечно, конечно. Татьяна Никитична Толстая мне в свое время тоже ответила на вопрос, зачем, почему она так часто пишет в Фейсбуке, причем о каких-то бытовых мелочах. Как она приготовила какой-то пирог очередной, угостила внуков. Да-да-да, я рисунки читаю. Это все про быт. И она сказала, что это гаммы. Это гаммы. Замечательно. Действительно, чтобы не утратить чувство слова, чтобы все-таки плыть в этой литературной реке. А вот в XIX веке, ведь многие вели ежедневные записи, дневники, это были тоже гаммами. Может быть, нынешний Фейсбук как раз для многих оказался бы путем литературы? Ну вот, помянутая мною, Наталья Ким этот путь именно и совершила. Она сначала выкладывала свои рассказики как раз в Фейсбуке, а потом журнал «Знамя» сказал, ох, как хорошо ты пишешь, давай мы опубликуем часть. И сначала «Знамя», а потом уже издательство попросило ее составить из этого книгу. Вот ровно этот путь. Конечно, конечно, да. Ну что ж, я думаю, что Казань очень творческий город. У нас очень много молодежи, которая, и не только молодежи, которая мечтала бы писать, которая мечтала бы о литературе, и литературной славе, это тоже важная составляющая литературной жизни, и о создании хороших литературных произведений, и о литературном успехе. Поэтому то, о чем мы сегодня с вами говорили, мне кажется, очень полезно. И в том числе для наших студентов университетских, потому что среди них тоже очень много пишущих, думающих, и для нашего филологического и вообще гуманитарного образования университета. Здесь очень о многом стоит поразмышлять, поэтому спасибо вам большое за все вопросы, которые вы подняли, и за, в том числе, рекомендации, что делать пишущим, а всем остальным рекомендации, что почитать из современной литературы. Спасибо большое, Майя Александровна. Спасибо вам за приглашение и за эту беседу. Откликнусь только одним словом, адресованным как раз молодым авторам, писателям и поэтам, и эссеистам. Собственно, главное, что нужно было вынести вам из нашей беседы, этому творчеству, умению писать, можно и даже необходимо учиться. Спасибо. Всего доброго.